ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 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 По мнению аналитиков, залог нашей неуязвимости – танки. Именно усовершенствованные модели наших танков, отражающие самые последние по тому времени достижения науки и техники, во многом спасли Советский Союз, да и мир вообще в целом от войны, от ядерной войны. В конце 50-х годов прошлого века в НИИ Стали создали специальное подразделение, разрабатывавшее противорадиационную защиту для танков. Ученые вводили в состав брони порошки бора, свинца, вольфрама и другие компоненты, защищающие машину от радиации. После этого танки подвергали различным облучениям. Несколько машин даже пригнали на полигон под Семипалатинском и поставили под самые настоящие ядерные удары. Всего сотрудники НИИ Стали провели 32 испытания с ядерными боеприпасами малого и среднего калибра. Ставилась задача, что советский танк должен выдержать ядерный удар, находясь примерно в 700 метрах от, скажем так, эпицентра взрыва, и этот взрыв должен быть где-то примерно 30 килотонн. Через год исследований и экспериментов ученые НИИ Стали получили высокоэффективный противорадиационный материал. Этой защитой оборудовали танки Т-55А, а затем и все серийные Т-72 и Т-80. Новейшие Т-90 и Армата имеют самые современные компоненты защиты, которые хранятся в строжайшей секретности. Соответственно, должна быть броня сама. Не расплавится, не склеится. А вы представляете, какой там уровень температуры. Защита была сделана таким образом, чтобы и от излучения защищать, от самого удара, естественно, который очень сильный, и от проникновения радиоактивных элементов. Многих удивляло, почему после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в ликвидации последствий участвовали танки. Их броня позволяла экипажу очень долго работать в условиях сильного радиационного заражения местности. Вся другая техника оказалась бессильна. Люди сгорали от радиации за несколько минут, как этот работник станции. Обвышилась стена. Обвышилась стена. Ну, вода течет, все там течет. Потом мне буквально через минут 10-15 стало очень плохо. Ну, что было? Ну, начало тошнее. Рву отначил. Советский Союз выпустил больше танков, чем США, и вся Западная Европа вместе взятые. Расчет был прост. Если Соединенные Штаты когда-нибудь решатся на ядерный удар по СССР, советские танковые армады устремятся через радиационные очаги заражения в Западную Европу. По хорошим дорогам танки могут разгоняться до 80 километров в час. Примерно за две недели они выйдут к Ла-Маншу. Далее на очереди Великобритания и США. Поэтому, чтобы победить Россию, стратегам из Пентагона нужно не только лишить нас ядерного оружия, но и оставить без танковых войск. Музыкальный журнал Billboard опубликовал список самых некрасивых исполнителей всех времен. По итогам голосования первые места заняли Мэрилин Мэнсон и звезда эпатажа Леди Гага. В рейтинг самых страшных знаменитостей также попали Оззи Осборн, Элис Купер и легендарная группа КИС. Страшные и знаменитые. В это сложно поверить, но есть люди, специально уродующие себя ради славы. И что самое удивительное, им действительно удается привлечь к себе внимание. Что думает о красоте Лизи Веласкес, официально признанная самой страшной женщиной планеты, чем питается женщина-вампир Мария Хосе Кристина? Кто такие человек-ящерица и человек-кот? И зачем они с собой это сделали? Друзья мои, я ждала этого дня долгое, очень долгое время. Лизи Веласкес официально признана самой страшной женщиной планеты. При росте 162 сантиметра, ее вес всего 29 килограммов. При этом потребляет Лизи около 5000 килокалорий в день. Две нормы для взрослого мужчины. Виной всему редкое генетическое заболевание. Синдром Видемана-Раутенштраука. Таких, как она, в мире только двое. Но в отличие от Веласкес, второй заболевший не сумел заработать на своей особенной внешности миллионы долларов. У моего синдрома есть преимущества. Например, то, что я не полнею, что я такая хрупкая, и даже то, что я некрасива внешне. Лизи Веласкес – знаменитый блогер и тренер личностного роста. Она путешествует со своими лекциями по всему миру. Выступает на лучших площадках планеты. Кроме того, к 28 годам женщина издала 6 книг, ставших настоящими бестселлерами и принесших ей немалый доход. Возможно, она права, и даже в физических недостатках можно найти свои преимущества. Мое понимание красоты другое. Я не думаю, что это именно внешность. Я вообще не считаю, что ее можно увидеть глазами. Поэтому, если я самая уродливая женщина планеты, то скажи, где этот стандарт начинается? Если таким людям, как Лизи, приходится мириться со своими особенностями, то есть те, кто готов превратить свою обычную внешность в ужасную. Вот только зачем они это делают? А уродство, оно как-то завораживает. То есть, если что-то необычное мы встречаем в своей жизни, связанное там с человеком, с его лицом, с его действиями, конечно же, это привлечет наше внимание. Это то, что удовлетворяет наше любопытство. Вот так самая знаменитая женщина-вампир Мария Хосе Кристина выглядела в 1998 году. После развода с мужем-садистом она покрыла 90% своего тела татуировками, ставила импланты в виде рожек, нарастила клыки, проколола уши, губы, нос и интимные части тела. По ее словам, этот устрашающий образ должен показать всем, что она может за себя постоять. Мне на самом деле все равно, что люди думают обо мне. Я просто другая, и это мне нравится. У Марии Хосе Кристины четверо детей и миллионы фанатов по всему миру. Ее образ копируют подростки и используют именитые дизайнеры. Теперь бывшая помощница судьи участвует в телешоу, раздает автографы и привыкает к вниманию папарацци. Вы знаете, с моей точки зрения, те люди, которые пытаются изменить свою внешность, ведущую к уродству, для того, чтобы пользоваться повышенным вниманием со стороны общества, имеют серьезные психологические отклонения. Знакомьтесь, Генри Дэймон. Этот венесуэлец не пожалел несколько лет жизни и более 50 тысяч долларов, чтобы осуществить мечту детства. Стать похожим на злодея из комикса. У меня два рекорда в книге Гиннесса. Я единственный человек на планете, который перенес в реальную жизнь любимого героя из комиксов. Вот он, герой мечты Генри Дэймона, суперзлодей Красный Череп. А это Генри Дэймон. До того, как отрезал нос, сделал татуаж лица, глазных яблок и установил импланты. Это было обдуманное решение. Мне было 18-19 лет. Я изучал искусство, татуировки и философию в колледже. И в итоге я решил использовать свое тело как платформу для реализации своей работы. Оказалось, мечта Эрика Спрега стать ящерицей. 250 тысяч долларов и около 700 часов под татуировочным станком приблизили его к желанному идеалу. То, что вы видите перед собой, это очень дорогие татуировки. Кроме этого, у меня на голове импланты. Это пять кусков тефлона над каждым глазом. И я сточил зубы. И я разрезал язык. Точно, как у змеи. Это такая декомпенсационная возможность что-то делать над собой, тем самым стать более удовлетворенным собой и своим образом, и своим телом. Ну, в том числе, существует и в искусстве тоже тенденция, когда люди, эпатируя, демонстрируют какую-то мысль, какую-то идею. Так, например, это может быть идея вампира, идея человека-кошки. Человек-кот – американец Деннис Авнер. Его можно назвать самым знаменитым модифицированным человеком на планете. Он потратил 34 тысячи долларов и 27 лет на операции по изменению лица, носа, ушей и глаз, полную замену зубов, коррекцию лба и бровей. Он даже установил себе импланты для крепления кошачьих усов и механический хвост. Мои зубы. Единственное, что я не сделал, это я бы хотел такие же импланты вот здесь. И мои волосы, я бы хотел, чтобы вместо них у меня были уши, как у тигра. Вот здесь. Деннис так и не сделал себе уши. 5 ноября 2012 года в Неваде полиция обнаружила его тело. Человек-кот покончил с собой. Но почему после 27 лет операции, наконец-то достигнув желаемого эффекта, он захотел умереть? Он пользовался повышенным спросом, участвовал в многих шоу, телевизионных программах. Но когда интерес общества к нему угас, он понял, что им больше никто не интересуется, он уже приялся, он ушел из жизни. Сегодня самый востребованный модифицированный герой так называемый зомби-бой Рик Дженест. Он снимается в музыкальных клипах, рекламе, работает моделью, ведет личный блог и даже стал прототипом детских кукол. За свое превращение в разлагающийся труп Дженест отдал 1 миллион 700 тысяч долларов. Но что он будет делать, когда зомби выйдут из моды? Далее в программе. Свадьба мертвецов. В Китае родственники умерших выставляют охрану у свежих могил. Кому понадобились мертвые тела и зачем? В Китае это перешло уже на коммерческую структуру, когда одну невесту выкапывали по 3-4 раза и хоронили, и снова выкапывали и отдавали замуж. Бомбы над СССР. В архивах ЦРУ нашли сценарий ядерного нападения на Советский Союз. Зачем Кеннеди понадобилась Третья мировая война? Что такое стратегия псевдоугрозы по-американски? Действительно рассматривалась возможность организовать терракты в Майами, во Флориде, потому что этот штат и этот город они так близко находятся от Кубы. Морские жители выходят на сушу. В Австралии нашли рыб, способных жить без воды. Почему эксперты считают, что безобидный окунь может убить всех кенгуру на континенте? Что касается рыб, которые залезают на деревья, ну, двое суток, допустим, они могут, да, так сидеть спокойно. Для того, чтобы не только пережить вот какое-то там неблагоприятное условие, а еще для того, чтобы расселиться. Тайна смерти короля Франции Людовика XVII. Потомки графа Наундорфа считают себя последними бурбонами в истории. Что показали исследования останков дофина? И может ли во Франции появиться король? Скрыли могилу. Дали проводить генетические какие-то исследования, в том числе и волос. И обнаружили, что, собственно говоря, принадлежат эти останки другому человеку. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Убийство за пять тысяч долларов. Полиция КНР арестовала трех человек в провинции Шанси. Мужчины везли в машине труп молодой девушки. Они собирались продать его семье недавно погибшего студента. Родители молодого человека хотели совершить древний ритуал свадьбу покойников, чтобы у их сына в загробном мире была вечная спутница. Этой традиции тысячи лет. В Китае и сегодня верят, что если сочетать браком мертвых, то в загробном мире они будут вместе. Правительство КНР давно запретило жестокий обряд, но суеверные китайцы продолжают скупать тела на черном рынке и даже заказывать убийство. Как выглядит свадьба мертвецов? И кто из живых готов добровольно жениться на мертвой? Десятки дорогих автомобилей, сотни гостей и жених в белоснежном костюме. Для 26-летнего Джана Хуагвея это лучший день в его жизни. Вот только вместо невесты «Урна с прахом». Звучит невероятно, но сыграть свадьбу с трупом Джан решил сразу после смерти любимой. Молодой человек уверяет, в противном случае его мертвая невеста стала бы женой другого. Китай – удивительная страна, в которой органично сочетаются древние традиции и современность. С одной стороны не поскребы, скоростные поезда, а с другой стороны эти жуткие суеверия. И свадьба с мертвецом это древнекитайская традиция, которая пошла еще со времен правления династии Хань. А это аж третьи, вторые века до нашей эры. Китайцы верят, совершив обряд венчания с покойником, они гарантируют ему счастливую семейную жизнь на том свете. И ради этого жители КНР готовы даже на преступление. В Китае это перешло уже на коммерческую структуру, когда одну невесту выкапывали по три-четыре раза и хоронили, и снова выкапывали и отдавали замуж три-четыре раза. В западных районах Китая этот древний обычай называют Минхуль, что в переводе означает посмертный брак. Вот только у него есть одна маленькая особенность – свадьбу празднуют два трупа. До сих пор находят погребение, когда видно, что в гробу лежит и мальчик, и девочка. Это говорит о том, что был проведен ритуал именно венчания мертвых. В случае, когда умершая девушка не успела выйти замуж при жизни, родные обязаны похоронить ее с молодым человеком, даже если те не были знакомы. Если девушка умирала, для нее находили подходящего умершего жениха, даже если его нужно было выкопать, его выкапывали, составляли свадьбу, одевали обручальные кольца, а потом заново хоронили. Это жуткая традиция, прибыльный бизнес для черных копателей. Старый скелет обойдется заказчику в 500 юаней, примерно 4,5 тысячи рублей. Но это при условии, что у тела сохранились все кости и волосы. Чем свежее мертвец, тем дороже он стоит. По обычаю, за тело такого супруга или, соответственно, такой супруги в результате поиска появляющейся, семья платит около 1200 долларов. Это примерно равно 4-летнему доходу скромного китайского фермера. И получается, что есть люди, которые очень хорошо зарабатывают на мертвых. Правительство Китая запретило ужасный обряд. Заказ мертвеца обойдется родственникам усопшего в 5 лет тюрьмы, а похитителям трупов в 10. Но суровое наказание не останавливает ни суеверных китайцев, ни любителей заработать на чужом горе. Ученые Канадского университета научили рыб ходить. Биолог Эмили Станден и ее коллеги провели эволюционный эксперимент. Достали африканскую рыбку полиптерос сенегалус из воды и поселили во влажном террариуме. Удивительно, но спустя несколько дней рыбка стала передвигаться по земле с помощью мускулистых плавников. Но как такое возможно? Неужели рыбы могут жить на суше? И что произойдет, если обитатели океана решат сменить место жительства? Австралия под угрозой. Кенгуру, коалы и утконосы находятся на грани полного исчезновения. И виновники грядущего вымирания видов маленькие китайские окуни из семейства ползуновы. Это окуньки. Рыбка с чешуей в плавниках. Единственное, что у некоторых подвидов существуют определенные выросты, которые позволяют им для передвижения цепляться за землю, за окружающие предметы небольшими такими шипами. Это наросты на непосредственно самой чешуе. Поразительно, но эти рыбы способны не только передвигаться по суше, но и дышать обычным воздухом. Но как они это делают? У них имеется лабиринт, который представляет собой видоизменение носоглотки. Вот за счет того, что они в свой лабиринт набирают воздух, этого хватает им на день, на два, то есть они могут сидеть далеко от воды и вот этим влажным воздухом они могут дышать. Вылезая на берег, ползуновые окуни цепляются за землю специальными шипами, которые торчат у них из чешуи, отталкиваются хвостом и довольно быстро перемещаются по суше. Но самое удивительное, что иногда этих рыб находят на деревьях на высоте около полутора метров. Они могут, да, ну вот, что касается рыб, которые залезают на деревья, ну, двое суток, допустим, они могут, да, сидеть спокойно. Для того, чтобы, я бы даже сказала, не только пережить вот какое-то там неблагоприятное условие, а еще для того, чтобы расселиться. Эти рыбешки появились недалеко от берегов Австралии и уже заставили нервничать местных биологов. Размножаются ползуновые окуни молниеносно. И что самое страшное, они способны нарушить весь экобаланс континента. Когда хищник пытается съесть окуня, тот раскрывает свою чешую с шипами на концах, он пытается спастись, он пытается выбраться из глотки хищника и раздирает животное изнутри, мешая как дыханию, так и вызывая внутреннее кровотечение, жестокая и мучительная смерть, как для самого окуня, так и для того, кто его пытается проглотить. Звучит ужасающе, но массовая гибель австралийских животных в результате контакта с необычными рыбками, по мнению экспертов, приведет к необратимым последствиям, поскольку более 80% австралийских животных уникальны, и Австралия единственное место их обитания. Далее в программе. Бомбы на ДССР. В архивах ЦРУ нашли сценарий ядерного нападения на Советский Союз. Зачем Кеннеди понадобилась Третья мировая война? Что такое стратегия псевдоугрозы по-американски? Действительно рассматривалась возможность организовать теракты в Майами, во Флориде, потому что этот штат и этот город, они так близко находятся от Кубы. Лекарство от безумия. В прошлом веке в США самым популярным методом лечения стала лоботомия. Кто практикует сегодня этот варварский метод? И что стало с теми, кому повезло пережить процедуру? Лоботомии могли лечить всех, кого угодно, начиная от детей, заканчивая стариками, гомосексуалистов, лесбиянок и всех остальных прочих. Лунная походка. Ученые считают лунатиков опасными, но чем они угрожают окружающим? На что они способны во сне? Если вы дадите мне карандаш и бумагу днем, я не смогу это повторить в состоянии бодрствования. То есть, по сути, все, что я делаю, остается в моем подсознании. Почему? Я пока не нашел ответа. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Холодная война могла стать ядерной. К такому выводу пришли отечественные исследователи после изучения архивов ЦРУ. По словам специалистов, США не просто допускали возможность начала ядерного конфликта. Они разрабатывали четкий план нападений на СССР. В архивах сохранились сотни страниц, где, по сути, описан детальный сценарий Пентагона, как спровоцировать конфликт и сбросить на СССР ядерную бомбу. Но зачем штатам понадобилось развязывать смертоносную войну? И что это за так называемая американская стратегия псевдоугрозы? Согласно данному документу о закупке авиации СССР, в 1962 году военные США планировали приобрести советские самолеты. Но зачем им это было нужно? В Соединенных Штатах рассматривались две возможности, две возможные провокации. Американцы на самом деле закупали модели советских самолетов, наших самолетов, которые якобы могли бы нанести удар по Соединенным Штатам. И американская пропаганда и Белый Дом могли бы заявить, что это Советы напали на Соединенные Штаты Америки. Чтобы эта инсценировка выглядела максимально правдоподобно, США хотели использовать именно советские самолеты, такие как МиГ-17, МиГ-19 или Ил-14. Считается, этот сценарий был разработан младшим братом тогдашнего президента США Джона Кеннеди Робертом. Историки обращают внимание, похожий прием использовала в свое время и нацистская Германия. Во многом, конечно, Соединенные Штаты, как Четвертый Рейх, повторяют опыт Третьего Рейха. Вспомните, как Германия вторглась в Польшу. Как это произошло? Якобы из-за того, что поляки напали на пограничную заставу Германии 1 сентября 1939 года. В ответ на что Третьий Рейх напал на Польшу. Как утверждают эксперты, США одновременно прорабатывали сразу несколько вариантов развития военного конфликта с Советским Союзом. Один из них получил название «Дропшот» «Моментальный удар». Согласно этому плану, все начиналось с ядерной бомбардировки крупных городов и переходило в массированное наступление по всем фронтам. К началу 60-х годов прошлого века, по словам военных экспертов, стратегическое преимущество было на стороне США. В арсенале Кремля на тот момент имелось всего около 300 ядерных боеголовок. Безусловно, это было самый реальный тогда момент. Могли Соединенные Штаты и развязать большую ядерную войну. То есть, если у них было более 6 тысяч ядерных боеголовок, которые могли разными способами быть доставлены для организации удара по объектам, по городам, по промышленным центрам нашей страны, то у нас половина меньше на то время. Конечно, это была угроза большая. предположительно, в разгар карибского кризиса аналогичный план лже-угрозы на США разрабатывали в отношении Кубы. Ради провокации острова свободы в Америке готовы были пожертвовать даже собственными гражданами. А действительно рассматривалась возможность организации провокаций организовать теракты в Майами, во Флориде. Почему именно там? Потому что этот штат и этот город, они так близко находятся от Кубы. Якобы теракты, которые якобы совершили кубинцы с острова свободы против Соединенных Штатов. Для того, чтобы Соединенные Штаты могли ударить по острову свободы. На случай начала войны у президента США Джона Кеннеди было заготовлено даже специальное обращение к американскому народу. Черновик речи главы государства сохранился среди бумаг его брата Роберта. Мои соотечественники, с тяжелым сердцем и во исполнении присяги я отдал приказ ВВС США начать военные действия с применением обычного оружия, чтобы стереть с лица земли ядерные ракеты, размещенные на Кубе. Военные эксперты отмечают, так называемая стратегия лже угрозы по-американски работает и сегодня. Конспирологи заявляют, сценарий конфликта должен полностью оправдать агрессию Вашингтона в глазах мировой общественности. Кеннеди придумал, конечно, эту стратегию. Посмотрите, что произошло на самом деле, когда те же самые американцы вторглись во Вьетнам, когда организовали подставу, когда организовали провокацию в Танкинском заливе, когда якобы северные вьетнамцы якобы напали на американский крейсер. На самом деле это была подстава. Не было такого. Недавно Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину, согласно которой США фактически выступают за продолжение гонки вооружений. Также Вашингтон вновь заявил, наибольшей угрозой сейчас являются Россия, КНДР, Иран и Китай. Правозащитники опасаются, что руководство Соединенных Штатов ради геополитических амбиций может вернуться к стратегии провокаций и развязать Третью мировую войну. В США людей лечат электрошоком. Так называемая электросудорожная терапия ежегодно приносит психиатрической отрасли Америки 3 миллиарда долларов. Однако те, кто получает такое лечение, платят за него не только большие деньги. Исследования показали, что электрошоковая терапия причиняет необратимый ущерб мозгу вызывает потерю ориентации во времени и пространстве, нарушение памяти и даже может привести к смерти. Подобные варварские методы широко применялись в середине прошлого века. Тогда всех подряд лечили лоботомией. Но что это такое на самом деле? Кто ее придумал? И что стало с теми, кто пережил опасную процедуру? Этот американский блогер ради славы готов на все, даже просверлить отверстие в своей голове. Кажется, еще секунда и ему конец. Но парень вовремя прекращает безумный эксперимент. А этого шаолиньского монаха даже дрель не берет. Он демонстрирует абсолютную неуязвимость и на собственном примере доказывает, что возможности человеческого тела безграничны. Сейчас подобные опасные эксперименты люди совершают по своей воле и лишь с одной целью прославиться и заработать. Однако еще 60 лет назад врачи специально просверливали отверстия в черепах своих пациентов, намеренно повреждая при этом лобные доли мозга. В начале прошлого века врачи сами верили, лоботомия это лекарство от многих болезней. В основном было применение и вообще показания для применения лоботомии было для называемых буйных пациентов агрессивных с такими стойкими бредовыми нарушениями, галлюцинациями, не поддающиеся контролю. В 1935 году португальский психиатр Эгош Маниш услышал о необычном эксперименте. Шимпанзе удалили лобные доли мозга, после чего животное стало спокойным и послушным. Манишу пришла в голову мысль, что таким образом можно поступать и с людьми, а именно с буйными душевнобольными. Но кто решал, насколько человек опасен? Уже в 1936 Маниш прооперировал 100 пациентов с психическими расстройствами. Он проделывал в черепах больных отверстия, вводил в мозг петлю и надрезал белое вещество лобных долей. Доктор считал, что после лоботомии его пациенты выздоравливают, становятся спокойными и умиротворенными. И действительно эти пациенты становились спокойными, покладистыми. Ну, это только вот такая наружная сторона монеты. И это экономило. Да, действительно, средства. Не надо было уже за ними так активно ухаживать, им удобство делать. В 1949 году за свое открытие Эгош Маниш получил Нобелевскую премию. Лучшие рекламы и представить нельзя. Операции начали проводить по всему миру. Но ни в одной стране лоботомия не приобрела такой популярности, как в Соединенных Штатах Америки. В Советском Союзе она, к счастью, была запрещена практически с момента ее создания в 1936 году. В 1940 она уже была запрещена операцией по ней не проводились. А вот в Соединенных Штатах Америки было проведено около 18 тысяч таких операций с 1936 по 1951 год. Американский психиатр Джей Фримен, как ему казалось, усовершенствовал методику. Для проведения операции он использовал инструмент, напоминающий нож для колки льда. Острый конец вводили в мозг через кость глазной впадины, которую для этого ломали специальным хирургическим молотком. Вместо анестезии использовали электрошок. То есть это приводило к тому, что пересекались проводящие пути. И после этой операции возникал так называемый синдром лобной доли. Такая дурашливость, расторможенность. В 1941 году лоботомию сделали даже родной сестре будущего президента США Джона Кеннеди, 23-летней Роуз-Мэри, которая отличалась буйным и неукротимым характером. Родители Роуз-Мэри думали, что после операции она станет менее агрессивной. Однако лоботомия превратила молодую девушку в немощного инвалида с уровнем развития двухлетнего ребенка. получали получали по овощного немножко с детской психикой человека, но при этом этот человек продолжал узнавать своих родных, близких, не мешал им своими истериками, криками, агрессией и всем остальным. В США проводили в среднем 5000 операций в год. Кроме того, по стране курсировал так называемый лоботомобиль. Еще одно изобретение Фримена. В таком фургончике американский психиатр лично провел 3500 операций. Разумеется, не бесплатно. По мнению психиатров, этот кровавый бизнес принес несколько миллионов долларов. Лоботомии могли лечить всех, кого угодно, начиная от детей, заканчивая стариками, гомосексуалистов, лесбиянок и всех остальных прочих. То есть все, что выпадало за определенные нормы приличия в какой-то момент времени распространенные еще на тот момент, в консервативном американском обществе. В Америке нет бесплатной медицины. После лоботомии человек превращался в инвалида, а больницы таким образом обретали вечного должника. Многие родственники пациентов, перенесших лоботомию, впоследствии были разорены счетами из клиник. В середине 50-х годов 20-го века лоботомию законодательно запретили в большинстве стран мира. Однако в США по-прежнему разрешена частичная фронтальная лоботомия. Сейчас ее делают только самым тяжелым больным. За последние 10 лет такой операции подверглись более 500 пациентов с серьезными психическими расстройствами. Американские доктора утверждают, вылечить этих больных более гуманными способами невозможно. Далее в программе. Лунная походка. Ученые считают лунатиков опасными, но чем они угрожают окружающим? На что они способны во сне? Если вы дадите мне карандаш и бумагу днем, я не смогу это повторить в состоянии бодрствования. То есть, по сути, все, что я делаю, остается в моем подсознании. Почему? Я пока не нашел ответа. Тайна смерти короля Франции Людовика 18-го. Потомки графа Наундорфа считают себя последними бурбонами в истории. Что показали исследования останков дофина? И может ли во Франции появиться король? Вскрыли могилу. Проводили генетические какие-то исследования, в том числе и волос. Обнаружили, что, собственно говоря, принадлежат эти останки другому человеку. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Швейцарские психологи нашли различия между обычными людьми и лунатиками. Оказывается, во время бодрствования движения людей с этим нервным расстройством более уверены и требуют от них меньше сосредоточенности и контроля. По мнению исследователей, открытие поможет упростить диагностирование болезни. Согласно статистике, сегодня в мире каждый 50-й человек лунатик. Чаще всего этим недугом страдают дети и подростки, но иногда заболевание может неожиданно проявиться и у взрослого человека. Таких пациентов медики считают особенно опасными. Но чем лунатики угрожают обычным людям? И как им удается преодолевать любые преграды с закрытыми глазами? Муж американки Линды Хоули агрессивный лунатик. С приходом ночи из любящего супруга он превращается в дебошира. По статистике с этой проблемой сталкивается одна супружеская пара из тысячи. В большинстве случаев люди просто спят на разных кроватях. Но недавно приступ лунатизма закончился убийством. Пенсионер Брайан Томас задушил жену во сне. Суд полностью оправдал Томаса. Ему даже поставили официальный диагноз лунатизм. Оказывается этим неизлечимым заболеванием мужчина страдал с детства. Но неужели лунатики так опасны? Что происходит с ними во сне? Человек начинает драться, вскакивать, куда-то бежать. Это тоже известный двигательный феномен. Тело перестает быть парализованным и начинает действовать в соответствии с фабулой сна. Но человек не воспринимает окружающую действительность, он ровно в соответствии с тем, что происходит во сне, он и работает, ну или двигается. На самом деле список преступлений лунатиков насчитывает десятки убийств. Самый известный случай, вошедший во все учебники криминалистики, произошел в 1987 году. Канадец Кеном Паркс во сне проехал 23 километра до дома родителей жены и убил их. Но по словам адвоката, когда Паркса разбудили соседи, он ничего не помнил. Он не понимал, что случилось, почему это случилось и самое главное, кто это сделал. По мнению врачей, особенно опасны пациенты, чья болезнь проявляется уже во взрослом возрасте. Чаще всего она сопровождается агрессией. Кроме того, лунатизм может оказаться предвестником других серьезных заболеваний. Человек до этого не ходил, не говорил, вдруг он начинает разговаривать, ходить во сне. Вот здесь нужно поискать серьезную причину. Чаще всего это или дебют паркинсонизма, или болезни Альцгеймера, или каких-то дегенеративных других процессов в мозге, или даже опухолей. Однако есть и те, кто считает лунатизм своего рода сверхспособностью, проявлением так называемого чистого разума. Состояние лунатизма это действие человека без корректирующих программ и установок. Когда человек может идти по отвесной стене и не упасть, когда он может совершать еще какие-то другие действия в состоянии лунатизма и чувствует себя совершенно легко и спокойно. Поведением лунатиков управляет лимбическая система. Считается, что это самое древнее формирование в головном мозге, отвечающее за выживание. Поэтому, несмотря на состояние сна, лунатики с легкостью обходят препятствия и даже в случае опасности выбирают самый правильный сценарий действий. Также работает инстинкт самосохранения у животных. Как дельфины, например, спят. У них вообще пол мозга спит, пол мозга бодрствует. И они поэтому все время плавают. Потому что, если бы мозг полностью у дельфина заснул, он бы, бедняга, утонул. А они ведь дышат воздухом. Им нужно постоянно всплывать и вдыхать. Похожим образом, во время длительных перелетов спят утки-кряквы. Они отключают все части мозга, кроме тех, что отвечают за зрение и сам полет. Британский художник Ли Хадвин считает, что стал обладателем птичьего феномена отключения мозга. Мужчина рисует свои картины во сне. Он утверждает, что не помнит, как это делает. Когда я был ребенком, и мне было 5-6 лет, я рисовал только различные круги. Каракули или линии. Рисовал везде. На стенах, на полу, на мебели. И лишь в 15 лет я впервые за ночь нарисовал портрет Мэрилин Монро. Это был настоящий портрет человека. Первое интересное произведение. Сегодня работы Хадвина оцениваются в десятки тысяч долларов. Избавляться от такого выгодного недуга художник-лунатик не собирается. Однако он согласился на несколько опытов, чтобы помочь ученым лучше понять феномен лунатизма. Я хочу узнать, почему я рисую такие интересные вещи только в состоянии сна. Если вы дадите мне карандаш и бумагу днем, я не смогу это повторить в состоянии бодрствования. То есть, по сути, все, что я делаю, остается в моем подсознании. Почему? Я пока не нашел ответа. Некоторые эксперты считают, что мозг лунатиков способен чутко улавливать сигналы внешнего мира. А самнамбулы становятся лишь ретрансляторами этой информации. Во Франции потомки графа Ноундорфа, самозванца, выдававшего себя за умершего Людовика XVII, не согласны с заключением о смерти наследника. Семейство утверждает, что их предок действительно был чудом спасшимся королем Франции, а их семья единственные прямые потомки бурбонов. Но возможно ли это? Что же на самом деле произошло с юным королем? Какие открытия сделали ученые после недавней эксгумации его останков? И может ли современная Франция снова стать монархией? В конце XVIII века во Франции произошла революция. На Эшафоте оказалась почти вся королевская семья. Людовику XVI и его жене Марии Антуанетти отрубили головы. Сбежавшая за границу знать провозгласила новым королем восьмилетнего сына бурбонов Луи Шарля. С этого момента он был обречен. Людовика XVII признали наследником трона все европейские державы. Но вместо пышной коронации, роскоши и почета он оказался в тюрьме Тампль. Там роль свиты и слуг маленького короля исполнил местный сапожник ярый революционер Антуан Симон. И он как ни страшно это звучит через полгода после смерти матери уже распевал площадные революционные песенки и всячески порочил своих предков. То есть в голову несчастному ребенку успели вложить некую вот такую вот мантру революционную. А дальше под благовидным предлогом воспитатели от него отдалили. Несмотря на превращение маленького монарха в революционера Луи Шарль умер в заточении спустя два года после гибели родителей и якобы своей смертью. Но ровно через 30 лет когда во Франции была восстановлена монархия в Париже появился некий Карл Вильгельм Наундорф берлинский часовщик уверявший что он тот самый чудом спасшийся король Франции Людовик XVII. Поражал знанием подробностей двора знанием подробностей в том числе и интимных подробностей как жизни Людовика XVI так и Марии Антонеты больше того он знал даже называл имена и повадки придворных. Но неужели это правда и юный король смог бежать из заточения в Германию и если истинным правителем Франции был Наундорф то чье сердце сегодня хранится в парижской базилике Сен-Дени? День смерти сразу были говорили что это не тот ребенок что его подменили Историю Луи Шарля окружает одна единственная историческая тайна существуют определенные основания и большое желание очень многих людей полагать что на самом деле история была не так проста что дофин чудом каким-то неким там разные варианты есть этого чуда спасся Удивительно но в историю Наундорфа поверила почти вся Европа единственное что смущало окружающих незнание графам французского языка но часовщик объяснял это тем что он просто не получил в Германии должного образования там герцогиня берийская одна из французских аристократок она горячо поддерживала версию что Наундорф дофин но это могло быть связано с политическими амбициями ее семьи и там такая связь вполне прослеживает голландский король вообще наоборот его безоговорочно признал Бурбона и собственно Наундорф в Голландии и там на его могиле он назван Бурбоном но французский суд эти аргументы не убедили официально считается что Луи Шарль умер в тюрьме в 1795 году однако родственники Наундорфа не сдаются вот уже более 200 лет им дважды удалось добиться проведения экспертизы его останков да потревожили могилу на 1846 году вскрыли могилу и обнаружили и что обнаружили что там лежит кости в любом случае не 10-летнего подростка а где-то лет 14 стали проводить генетические какие-то исследования в том числе и волос и обнаружили что собственно говоря принадлежат эти останки другому человеку но обнаружение ложных останков не сделало Наундорфов монархами в 1943 году семейство снова потребовало признания своих королевских прав считается что сердце безвинно умершего Луи Шарля хранится в базилике Сен-Дени по легенде после смерти мальчика орган забрал врач Филипп Жан Пелетан якобы он сохранил его чтобы передать следующим монархам после очередного заявления потомков Наундорфа врачи вскрыли захоронение и провели анализ ДНК тесты показали хозяин сердца из базилики и казненная королева Франции Мария Антуанетта были близкими родственниками тем не менее сегодня семейство Наундорфов продолжает требовать признания их наследниками французского престола и продолжателями династии Бурбонов Выдающийся французский математик Блес Паскаль говорил я только с теми кто ищет истину с вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества давайте искать истину вместе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА